Абхазская сказка Хайт Хайт, восклицание, выражающее досаду. Жили старик со старухой, у них был единственный сын. Когда он подрос, родители решили обучить его какому-нибудь ремеслу. И в один прекрасный день старик взял сына и пошел с ним, куда глаза глядят. Так они пришли на берег моря. Мальчик устал от долгого пути, споткнулся и упал. — Хайт, какой ты бестолковый, нашел где падать, чуть не свалился в море, — упрекнул его отец. В этот самый миг море разверглось, оттуда вышел человек и крикнул. — Кто меня звал? Кто смел произнести мое имя? — Тебя никто не звал, и твоего имени никто не произносил, — ответил старик. — Может быть, я случайно обмолвился? — Как же это ты не знаешь моего имени? — Не ты ли сейчас, — сказал Хайт, — строго спросил незнакомец. — Я сказал Хайт от досады, что упал мой сын. — А тебя я и не думал звать, — ответил старик. — Меня зовут Хайт, — сказал незнакомец старику. — Теперь ты ответь мне, куда ты идешь, куда ведешь этого мальчика. — Я веду сына к тому, кто научит его какому-нибудь ремеслу, — ответил старик. — Я знаю все науки и ремесла, — говорил Хайт, — оставь мне своего сына. — А когда пройдет год, приходи на это место и крикни «Хайт», — тогда ты убедишься, что твой сын постиг все премудрости. Сказав это, Хайт подошел к мальчику и взял его за руку. Море раступилось, и они оба исчезли в замкнувшихся морских волнах. Старик вернулся домой и рассказал обо всем своей жене. С того дня они терпеливо стали ждать конца года. Ровно через год старик отправился опять на берег моря и громко крикнул «Хайт!». Море в тот же миг раступилось, и Хайт вышел на берег. Старик сказал ему, — С тех пор, как мой сын у тебя прошел год. Если этого времени хватило, чтобы обучить мальчика, я возьму его домой. — Хорошо, — сказал Хайт. — А пока что пойдем ко мне. И повел старика на дно моря. На морском дне старик увидел роскошный дворец. Какой ему и во сне никогда не снился, о каком он и в сказках никогда не слышал, около дворца стояли двенадцать юношей, все в шурках, разодетые, как куклы, и были все они так похожи один на другого, что казались близнецами. Старик даже не подумал, что один из этих юношей его сын. Полюбовался он ими и прошел дальше. Целый день ходил он по морскому царству и дивился всему, что видел кругом. Только ночью, когда старик лег спать, сын превратился в муху, вылетел в открытое окно и сказал отцу, — Завтра Хайт соберет всех нас и скажет тебе, — Если узнаешь своего сына, возьми его. Но ты не сможешь узнать меня, так как мы все у Хайта стали друг на друга похожи. Знай же, что тот юноша, кому на щеку сядет муха, буду я, твой сын. С этими словами он исчез. На другой день Хайт поставил всех юношей в ряд и сказал старику, — Если ты узнаешь, который из них твой сын, я тебе его верну, а если не узнаешь, он будет моим. Всех этих юношей не узнали их отцы, и они навсегда остались у меня. Бедный старик дрожал, боясь, что не узнает своего сына. Но тут он заметил, что на щеку одного юноши села муха. Старик ободрился и смело сказал, — Вот мой сын. Хайт догадался, что сын как-то сумел предупредить отца, но не смог раскрыть этой хитрости. Хайт понял, что юноша постиг волшебство не хуже его самого, и ему не оставалось ничего, как отдать сына отцу. Старик и его сын вышли из моря на берег и пошли домой. Вернулся юноша в бедное жилье своих родителей и сказал им, — Всю жизнь вы бились в нужде, но вы не падайте духом. Я недаром пробыл целый год в руках Хайта. Он научил меня всему, что знал сам. Да я еще узнал много сверх того. Поэтому он зол и готов покупить меня. Но если вы будете делать так, как я вам скажу, то ничего со мной не случится, и мы будем жить безбедно. Сейчас я превращусь в хорошую лошадь. Ты, отец, одень на меня недоуздок, поведи в город и продай. Но не забудь снять недоуздок и принеси его домой. Если продашь меня вместе с недоуздком, мы навсегда потеряем друг друга, и я не смогу вернуться к вам. А если ты возьмешь недоуздок с собой, я в ту же ночь превращусь в человека и вернусь домой. Когда ты пойдешь в город, на полдороги тебя встретит рыжий человек в красной одежде над недом коне с красной плетью в руке. Знай, это Хайт. Он будет приставать тебе, продай мне свою лошадь. Я дам тебе хорошую цену. Но ты не отдавай ему меня ни за какие деньги, а то он погубит меня. На другой день юноша превратился в прекрасную гнедую лошадь. Отец надел на эту лошадь недоуздок и повел в город. По дороге его встретил рыжий всадник в красной одежде. На гнедом коне с красной плетью в руке. Всадник сказал старику, Добрый день, Дад. Куда ведешь лошадь? Продай ее мне. Я дам тебе столько денег, что тебе хватит на всю жизнь. Но старик хорошо помнил слова сына и отказался продать лошадь красному всаднику. В городе люди увидели прекрасную лошадь и все наперебой стали предлагать за нее хорошую цену. Старик продал ее князю, который дал больше всех. Снял недоуздок и отправился в свою деревню. Князь, купивший лошадь, взял ее за гриву, повел домой и поставил в конюшню. Ночью юноша превратился в птицу и полетел к своим родителям. Денег, что выручили за лошадь, хватило надолго. Но когда их осталось мало, юноша сказал отцу. Теперь я превращусь в хорошую белую корову. Отведи меня в город и продай там. Но если не хочешь, чтобы мы навсегда потеряли друг друга, сними с моей шеи веревку и отнеси домой. По дороге в город ты, наверное, встретишь белого человека в белой одежде на буланной лошади с белой плетью в руке. Это будет хайп. Смотри, ни за что не продавай меня ему, хотя бы он судил тебе всякие сокровища. На другой день юноша превратился в хорошую белую корову. Отец накинул на шею корову веревку и повел ее в город. По дороге он встретил белого человека в белой одежде на буланной лошади с белой плетью в руке. Этот человек стал просить старика, продай мне корову дать, за ценой я не постою. Но старик не отдал ему корову, а пошел в город и там продал ее за большие деньги. Веревку, что была на шее коровы, он снял и вернулся домой. Ночью юноша из коровы превратился в птицу и прилетел домой. Денег, вырученных за корову, хватило надолго. Но когда их осталось мало, сын сказал отцу, «Теперь я превращусь в буйвола, и ты продай меня, но не забудь снять с шеи поводок. По дороге ты, наверное, встретишь черного человека в черной одежде на вороном коне. В руках он будет держать черную плеть. Знай, это хайт. Какую бы цену он не давал, не продавай меня, не то меня ждет верная гибель». На другой день юноша превратился в огромного буйвола, и отец повел его в город. По дороге он встретил черного человека в черной одежде на черном коне. В руках у него была черная плеть. Черный человек пристал к старику. «Дат, продай мне буйвола, я дам тебе за него любую цену». Старик отказывался, но после долгих просьб, когда хайт пошулил ему целый мешок золотых, он забыл слова сына и продал буйвола, да еще забыл при этом снять поводок. Черный человек схватил поводок, дернул за него буйвола и вмиг исчез. Хайт пригнал буйвола к морю, привязал его на солнцеперки, а сам скрылся в пучине. Буйвол изнемогал от солнца и мучился от зажды, а хайт вернулся и всячески стал издеваться над своим учеником, который оказался мудрее его самого. «Ну как? Хорошо тебе? Ты ведь больше меня знаешь. Почему же не оборвешь поводок и не уйдешь?» Юноша с трудом ответил. «Дай мне напиться, а потом делай со мной что хочешь. Я должен терпеть это наказание, потому что вздумал тягаться с тобой. Видно ты куда мудрее меня. Хайту очень понравились эти слова. «То-та!» — сказал он и снял с буйвола поводок. В тот же миг буйвол кинулся в море и превратился в рыбу. Хайт сейчас же обернулся птицей-бакланой и погнался за рыбой. Но юноша из рыбы превратился в голубя и взялся ввысь. Хайт обернулся ястребом и погнался за голубем. Но голубь превратился в красное яблоко и упал на колени княжеской дочери. Она в это время сидела на балконе и вышивала. Тогда Хайт превратился в острый нож и упал рядом с яблоком. Княжна не знала, что делать. Сперва она хотела спрятать яблоко, но когда увидела нож, решила, что это какой-то добрый дух принес мне яблоко и нож, наверное, для того, чтобы я разрезала его и съела. Но только девушка стала разрезать яблоко, как оно превратилось в пшено и рассыпалось у ее ног. А нож превратился в курицу и стал клевать пшено. Когда же осталось только одно зернышко, оно превратилось в иглу. А курица же обернулась ниткой и взялась в ушко иглы. Тогда игла бросилась в огонь и нитка сгорела. Так погиб Хайт. После этого иголка выскочила из огня и стала прекрасным юношей. Княжеская дочь окаменела от изумления. Юноша рассказал ей все, что с ним случилось. Княжна сразу же полюбила его и вскоре вышла за него замуж. Родители девушки устроили свадьбу, а затем юноша остался жить у князя. Мать и отца он взял к себе. Они счастливо жили до самой смерти. Все у них было, только птичьего молока не хватало. Редактор субтитров А.Семкин